Когда мы приходим на фондовый рынок, мы не знаем еще, у нас нет опыта, мы не знаем, что покупать, и мы ищем информацию в интернете. И в интернете можно найти все, естественно, есть масса всяких дедушек, таких как я, например, которые говорят, что надо акции выбирать, только акции, и надо руководствоваться фундаментальным анализом. А может быть, ну их нахрен, этих всех консультантов, и может быть, они просто старые уже, и отстали от жизни, и надо покупать биткоин, который растет, надо покупать Теслу. А давайте подумаем, может быть, это надо делать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я уже говорил, что слушаю Bloomberg на английском языке, и на самом деле там есть огромное число всяких тоже финансовых специалистов, так же, как и у нас. И так же, как и у нас, там предлагают все, все подряд, и в том числе биткоины, и в том числе различные другие всякие штуки. И на самом деле, кого слушать, непонятно, а, как говорил Карл Маркс, эта практика, это критерий истины. То есть, кто заработал больше денег, тот и прав. Вот так. И в прошлом году в Америке среди всех инвестиционных компаний, среди всех управляющих фондов, на первом месте была управляющая, самая лучшая, ну, естественно, по результатам, это Кэти Вуд. Давайте посмотрим на нее, как вот она говорит просто. Посмотрите, как она говорит, как она говорит. Очень убедительно. Надо быть на правильной стороне и пользоваться всеми возможностями, и вы получите максимальную прибыль, и она будет расти экспоненциально. Вот, ну, золотые слова. И ее фонд вышел на первое место в прошлом году среди всех управляющих фондов, среди всех фондов по прибыльности. Соответственно, кто лучший управляющий? Кэти Вуд. Вот кто. И что же говорит Кэти Вуд? Давайте прислушаемся, может быть, стоит делать так, как говорит она. А она говорит не такие уж и глупые вещи. Она говорит, что, слушайте, надо вкладываться в будущее. Надо вкладываться в инновации. Надо вкладываться в то, что принесет прибыль в ближайшем будущем, в тренды, которые будут стрелять. То есть, мы ищем, говорит она, новые технологии, и вкладываемся в те компании, которые вкладываются в новые технологии, в новые разработки какие-то. Мы их ищем и вкладываемся. И Кэти Вуд, она управляла сначала, ну, небольшой какой-то инвестиционной компанией. Она была каким-то клерком. Потом, значит, там сейчас есть масса управляющих компаний, которыми она управляет. И давайте уже не буду скрывать, называть вещи своими именами. Арк Интернашнал. Самая главная ее, так сказать, управляющая компания. Есть другие компании, это целая серия. То есть, она ищет новейшие технологии, которые разрабатывает искусственный интеллект. Она ищет новейшие разработки в биотехнологиях, потому что это на острие, это на пике. Вот, и, ну, во всех, во всех отраслях. Ну, и в том числе в биткоине. Биткоин это тоже новые технологии, новые технологии обмена информацией, защиты информации. Поэтому, вот, говорит Кэти Вуд, надо вкладываться именно туда. И эта стратегия принесла ей результат. Какие же компании надо вкладываться? Сразу могу сказать, что фонды компании Арк Интернашнал для нас недоступны. Они не торгуются на бирже СПБ, потому что биржа СПБ управляет те же самые старперы, которые говорят, что надо надежные компании, надо такие компании. Вот, и фонды Арк Интернашнал и вообще фонды из семейства Арк доступны только квалифицированным инвесторам через иностранных брокеров. Вот, какие же это компании? Я уже сказал, что, ну, Кэти Вуд вложилась очень здорово в биткоины. Все говорят, что не надо вкладываться в биткоины. Давайте посмотрим, как биткоин взлетел. Да бешено взлетел в прошлом году биткоин. И еще что бешено взлетело? Тесла! Ребята, Тесла взлетела бешено. Почему? Потому что будущее автомобилей за электрокарами. Ну, Илон Маск вообще просто фонтан всяких идей. Я так понимаю, что она просто в него влюблена. И, несмотря ни на какие там фундаментальные анализы, она говорит, надо вкладываться в Тесла, надо вкладываться в Тесла. И мы видим, что Тесла в прошлом году бешено взлетела. Вот так надо вкладываться, как говорит Кэти Вуд. Я прослушал несколько видео с ее, значит, презентациями, с ее, ну, представителями ее фондов по биотехнологиям. Она рассказывает там вообще, так сказать, биониклы какие-то. Ну, вообще, ну, великолепные вещи, интересные. То есть, какие-то такие штуки, которые, ну, есть роботы, да, а есть коботы, что ли, называется. То есть, смотрите, ну, например, там рука у человека не работает, там ампутировали, ему делают искусственную руку, и какие-то сигналы посылаются. И эта искусственная рука действует, ну, как бы, уже смогли. Те сигналы, которые от мозга посылаются, в общем, сказать, они смогли обучать эту искусственную руку, и она работает как настоящая. Вот куда надо вкладываться. И там есть новейшие разработки какие-то, вот, на молекулярном уровне, на клеточном уровне разработки новейших лекарств. Все не так, как бы, не так плохо, на самом деле. И она говорит очень дельные вещи. Ну, и в том числе в Теслу. Тесла, ну, как она говорит, надо вкладываться в Теслу, она говорила. Ну, этим объясняется, на самом деле, взлет ее. Но Тесла, по фундаментальному анализу, вам любой дедушка скажет, что Тесла жутко переоценена. Она стоит, как вообще, значит, вся автомобильная промышленность, чуть ли не мира, вместе взятая. А выпускает вообще, так сказать, вообще ничего этих автомобилей. Но говорят, что за ней перспектива, говорит Кэти Вуд. Что происходит дальше? Дальше, вот в этом году, сейчас наступило какое-то некое охлаждение. Вот в январе месяце небольшая коррекция. И фонды Кэти Вуд просели на 25%. Сильно больше, чем все остальное. Чем все остальное. Но Кэти Вуд не унывает. Она говорит, что это хороший момент для того, чтобы закупить акции Тесла. И я вижу, что у нее есть потенциал еще вырасти в 5 раз. Но практика покажет, Кэти Вуд права или нет. Ну, а что вы считаете на этот счет? Ну, напишите, пожалуйста. Вот, но факт тот, что, смотрите, во-первых, побеждает тот, кто получает наибольшую прибыль. Надо ли вкладываться в эти фонды? Ну, во-первых, Кэти Вуд, в общем-то сказать, там у них есть достаточно большая штат аналитиков. И можно сказать, что они инвестируют именно в стартапы. Там риск большой, но и возможности роста очень большие точно так же. Надо ли туда вкладывать? Ну, почему нет? Надо ли вкладывать в стартапы? Почему нет? И переходя на уже наш рынок, значит, что такое ARK International? Это фонд. Это фонд коллективных инвестиций. И каким образом он работает? Там аналитики работают и ищут направление инвестиций. А дело нас с вами, как клиентов, выбирать те фонды, которые мы хотим. И сейчас у нас в последнее время появилось огромное число всяких фондов и управляющих компаний. И в них тоже надо разбираться. И вот сейчас в последнее время, во-первых, значит, мне звонит женщина. Она говорит, из открытия звонят очень настоятельно, рекомендуют вложиться в пифы соответствующие. И мне звонила девушка из открытия. Ну, как мне? Дело в том, что у меня-то открыт счет и все нормально у меня. Но счет открыт также у меня и на мою жену. Я, так сказать, как бы, ну и управляю им тоже, в общем-то, я. Потому что жена мне целиком доверяет. Но девушка звонит мне, соответственно, потому что там зарегистрирован мой телефон, требует жену. И она говорит, а у жены были открыты, ну, на счете жены были открыты структурные продукты и модельный портфель. Так вот, друзья мои, модельный портфель сейчас для новых клиентов уже, в общем-то, недоступен. Структурные продукты доступны сейчас. Ну, пока, по крайней мере, идет бодание с Центробанком. Структурные продукты также пока замораживают все брокеры. И они говорят, ну, а вот в пифы можно вкладываться. И поэтому они предлагают пифы. Поэтому давайте попробуем разобраться, что же такое пифы. И сделаем мы это, ну, буквально в следующем видео. А сейчас все, в следующем видео. А сейчас все на сегодня. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Хотели бы вы вложиться в технологические компании, которые, кстати, и у нас тоже выросли, фонды эти, которые управляют открытием, тоже, так сказать, бешеный рост дали. Вот. Вот. Хотели бы вы вложиться в фонды, которые ориентированы на технологические компании. Или вы хотели бы вложиться в фонды, которые, наоборот, облигационные, которые вкладывают в облигации то же самое. Есть и такие компании, есть и такие фонды. Я готов рассмотреть и то, и другое. Есть фонды, которые ориентированы на глобальные инвестиции. И есть фонды, которые ориентированы на инвестиции в Россию. Что вы хотите, об этом я расскажу в первую очередь. Есть у нас все варианты уже. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. Пишите свои запросы. Я постараюсь подготовить. Ну, у меня уже есть соответствующие презентации. Это будет в следующих видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Спасибо за внимание.